МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плановая модернизация. В Бавруське продолжается капитальный ремонт жилфонда. Производится полная замена кровли, благоустройство территории. Какие дома в списке? Дети на дороге. Под колеса авто за последние сутки попало двое несовершеннолетних. В каком состоянии пострадавшие? Госпитализация не потребовалась. От пенала до рюкзака в Беларуси началась подготовка детей к школе. Эта помощь оказывается по месту регистрации мамы. Кому положена помощь? А также белорусская техника, торговые надбавки и специальный режим. Граждане 35 стран смогут въезжать в страну без виз. Надолго ли укрепиться такой порядок? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Тема номер один. Александр Лукашенко провел сэлектронное совещание. Глава государства затронул два основных вопроса. О ход нынешней уборочной кампании и преодоление последствий стихии, которая прошлась по всей стране. Значительный объем работ предстоит провести по восстановлению электричества. В этой связи президент подчеркнул необходимость обратить особое внимание на животноводческие комплексы, фермы, хозяйства, где многие процессы автоматизированы и зависят от наличия снабжения. Но должен откровенно и честно вас предупредить, что 10 миллионов – это неплохо, но это нижний предел. Все, что сверх 10 – это хорошо. 11 – очень хорошо. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году 11 миллионов в том и получить хороший урожай. И не только колоссовых, но и рапсов. Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать, причем быстро и без потерь, как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущие годы. Как обычно, у нас бывают и есть подводные камни. Погодные условия таковы, что сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Значит, и сроки уборки сдвинулись. Александр Лукашенко также поставил задачу проверить состояние линий электропередачи и не просто восстановить, а заменить опоры на новые, где это необходимо. Отдельно коснулся ситуации на местах, обратив особое внимание на укомплектование хозяйств кадрами и готовность техники. По словам белорусского лидера, урожайность ожидается заметно выше прошлогодней. Берегись двухколесные. Одни сутки двое пострадавших. В Бобруйске под колеса авто попали подростки. В первом случае на велосипеде, во втором – на самокате. 19 июля около двух часов в дня на пешеходном переходе на пересечении Социалистической и Максима Горького ребенок на средстве персональной мобильности попал под самосвал. Со слов очевидцев, несовершеннолетний двигался в наушниках. К счастью, обошлось без серьезных травм. Для оценки состояния здоровья пострадавшего доставили в больницу. За день до случившегося в приемное отделение БЦБ попал 11-летний велосипедист. Никаких больших, тяжелых, серьезных травм мы у него не усмотрели. Он был оследован на этапе приемного отделения. Госпитализация не потребовалась. И предложено продолжать лечение амбулаторно, то есть поликлиники города Бобруйска по месту жительства. Госавтоинспекция напоминает, перед пересечением пешеходных переходов убедитесь в безопасном движении автомобилей с обеих сторон, снести скорость. Ваша жизнь в ваших руках. Высокое качество, ограничения в лесах и уборочная компания. В полях задействованы 120 тысяч единиц техники. Что в приоритете? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В разгар уборочной компании на полях задействованы 120 тысяч единиц техники. Намолочено полтора миллиона тонн зерновых. Всего же предстоит убрать больше двух миллионов гектаров сельхозкультур. В приоритете – озимый ячмень, рапс, пшеница, рожь. По показателям, аграрии идут ударными темпами. Угодья засеяны не только традиционными сортами, но и новыми, более урожайными и устойчивыми к температурам. В 2024-м экспорт белорусских тракторов в Казахстан вырос на 40%. Удалось не только нивелировать прошлогодний спад продаж техники, но и нарастить объемы реализации. Основные критерии, по которым потребители отдают предпочтение нашей продукции – простота конструкции, ремонтопригодность, высококачественное сервисное обслуживание, наличие полного спектра запасных частей, а также приемлемая цена. Март выявил нарушения в работе объектов по казанию ритуальных услуг. По результатам мониторинга 41 рекомендация по устранению неправильных пунктов правил бытового обслуживания потребителей. Привлечено к административной ответственности два субъекта за превышение предельных максимальных торговых надбавок на отдельные товары. Беларусь ввела безвизовый режим для стран Европы. Ранее эта опция работала только для Польши, Литвы и Латвии. Теперь граждане еще 35 стран смогут въезжать через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на срок до 30 суток. Такой порядок будет действовать до 31 декабря. Обладателям дипломатических паспортов эта возможность будет недоступна. Ограничения на посещение лесов введены в 38 районах Беларуси. При этом заходить в массивы можно для прогулок, сбора грибов, ягод, въезд на авто под запретом. Также не стоит разводить костры. Однако ситуация может меняться. Оперативно отслеживать информацию можно по интерактивной карте на официальном сайте Минлесхоза. В Беларуси с 1 августа начнется выплата единовременной матпомощи к школе. Она положена многодетным, семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченным. На приемных или тех, кто под опекой, поддержка также распространяется. Размер 30% бюджета прожиточного минимума. Сумма предусмотрена на каждого ребенка-школьника. Документы предоставляют нам школы, все школы города. То есть эта помощь оказывается по месту регистрации мамы. Она открывает счет, базовый счет в Беларусьбанке, предоставляет нам копию этого счета. Потом школа готовит справочку, в каком классе обучается ребенок. Сюда приобщается копия удостоверения многодетной семьи и копия паспорта мамы. В прошлом году была оказана помощь 671 многодетной семье на 1337 детей. Данная помощь в прошлом году на одного ребенка составляла 109 рублей и 32 копейки. Родители, чьи дети идут в первый и девятый класс, матпомощь получат после начала учебного года, когда дети уже будут считаться первоклассниками, а старшеклассники решат продолжить учебу. Воспользоваться поддержкой можно и по месту работы. Размер в таком случае определяется руководством организации и регламентируется коллективным договором. Любо-дорого в Бавруйске продолжается масштабный апгрейджел фонда. Замена шпатлевка, реставрация. Работа кипит во всех районах. Роман Костюков проинспектировал уже готовые объекты и заглянул в каждый проем. Согласно текущему графику, на 2024 капитальному ремонту жилищного фонда подлежат 14 объектов. Большинство уже сданы. Обязанности организации подряда в большинстве заказов выполняют жире у Ленинского и Первомайского районов. На сегодняшний день проводится капитальный ремонт трех домов. Это Рокоссовского 70, Рокоссовского 72 и 50 Литву КСМ 43. На этих всех домах производится полная замена кровли, благоустройство территории, замена всех окон и дверей в местах общего пользования, межэтажных щитков вместе с проложением силовых кабелей, работа по подвалу. От зари до зари. Из-за погоды работы ведутся в разное время суток. Ремонт кровли с самого раннего утра. В течение дня выкладываются бордюры, мастится подход к подъездам, замена окон, дверей, швы между плитами перекрытия. Не проходят мимо апгрейда местные жители. Все так хорошо, ребята хорошие, никогда не ругаются, все убирают за собой. Вот посмотрите, как они чистенько все делают. Мы довольны, что капремонт рабочие относятся хорошо, все за собой убирают, вежливые, заранее договариваются, когда дома, приходят, все делают так, как просишь. До конца года обновится облик пятого дома Пагагарина. На 50 лет в ЛКСМ и Чапаево в подъездах четырех многоквартирников будут заменены пассажирские лифты. Проблем со сроками сдачи не ожидается. На территории больницы скорой медицинской помощи имени Марзона уже завершен снос четырехэтажного корпуса и начата подготовка к возведению нового восьмиэтажного здания. С начала недели специалисты убирают насаждение с территории. Новый хирургический корпус дополнит больницу 288 койко-местами. Появятся современные аппараты КТ и МРТ. Будут закуплены хирургические, лапароскопические и урологические стойки. Добавятся два отделения – нейрохирургическое и травматологическое. Роман Костяков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вомут с головой. Телеканал Бобруйск-360 подготовил подборку места, где можно оккультуриться, хорошо провести время и заполнить соцсети фотокарточками. Пока все вокруг тапают хомяка, афиша города позволяет отложить смартфоны в сторону и выйти из плена домашней рутины. Товарищ предлагает зрителям младшего возраста мультфильм «Большое путешествие. Гадкий я». Для категории постарше российскую комедию «Водитель-олигарх». Подробности на сайте кинотеатра. Мы стараемся летом больше брать анимационных фильмов для детей. Также эти выходные не стали исключением. У нас в кинотеатре «Товарищ» четыре анимационных фильма. Это «Все еще могут посмотреть люди в головоломку 2», а также «Гадкий я 3» и «Большое путешествие вокруг света». И премьеру этой недели – анимационный фильм «Как найти сокровище». Любителей всего живого есть своя программа. Выставочный зал предлагает посетителям погрузиться в эпоху, когда гиганты-насекомые доминировали на земле. В просторном зале можно прикоснуться к исполинской сороконожке или скорпиона раком размером с человека. Самые лучшие годы. Какие специальности всегда будут востребованы на рынке труда? И как определиться с профессией мечты? Сразу после выпуска новостей «Зуммеры онлайн» не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый бутный вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!